Добрый день дорогие друзья! Добрый день слушатели Директ Академии! Мы начинаем новую вебинарную неделю в Директ Академии и эту неделю начну сегодня я как спикер. Я надеюсь меня нормально видно и слышно. Поставьте пожалуйста как всегда плюсики в чат. Для тех кто у нас впервые на нашем вебинаре я хотел бы прокомментировать те ссылки которые дал самом начале нашего чата. Первая ссылка ведет на сайт Директ Академии на которой можно зарегистрироваться на все мероприятия которые будут у нас еще в этом учебном году до конца июня месяца. Вот у нас обширная программа и она еще будет пополняться. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на ютубе на котором я на который я вам рекомендую подписаться чтобы быть в курсе всего что происходит у нас Директ Академии. В настоящий момент на этом канале хранится уже 413 записей наших вебинаров. Вот эта запись тоже через некоторое время появится на нашем видеоканале. Для тех кто интересуется онлайн обучением наши курсы онлайн курсы это третья ссылка в скорости там появится 10 наш курс вот маленький юбилей ну и наконец последняя ссылка она ведет на страницу выдачи сертификатов на этой странице можно будет получить сертификат сразу же ну или через несколько минут после окончания нашего сегодняшнего вебинара. Ну и я хотел бы сделать еще анонс мероприятий которые состоятся на этой неделе а вот они на сей раз в конце нашего чата завтра будет вебинар лидии мазуновой профессора уфимского университета посвященному вопросу поиска способности у детей и называться будет вебинар каждый гениален гениален с вопросом это собственно цитата из Эйнштейна 7 числа 6 мы отдыхаем потому что перенесен вебинар марина орешка с 6 числа на 13 марина у нас уезжает на конференцию поэтому мы перенесли вебинар на на следующую среду так что в среду мы отдыхаем а в четверг в четверг у нас дмитрий кречман один из руководителей компании гиперметод проведет вебинар я класс вебинары не как у всех на платформе гиперметод действительно очень интересная система я всех призываю на этот вебинар прийти ну и наконец 8 числа в пятницу татьяна телегина тоже проведет вебинар посвященные вебинарной деятельности и он будет называться ошибка выжившего или подводные камни вебинариста так что всех всех зову на эти вебинары ну а наш сегодняшний вебинар называется мастер учебного контента инструменты и приемы я хотел бы отметить что это мой последний зимний вебинар в качестве спикером качестве организатора я буду присутствовать конечно вебинарах большой будет потом перерыв до конца марта связанный с тем что я буду вести курс 1 одновременно вести курс и быть спикером на вебинарах в директ академии достаточно сложно поэтому вот вот так вот вебинар этот посвящен вопросу соотнесения мастерства и инструментария и ну так по большому счету это гимн инструментом вебинар про то как инструменты создают мастера применительно конечно к нашей теме к теме учебного контента в начале есть несколько таких соображений общего характера их мы как раз сегодня и рассмотрим почему мы сегодня будем говорить об инструментах дело в том что мастерство это такая многофакторная вещь состоится с одной стороны из личных качеств того кто работает а с другой стороны из его умелости из того какие инструменты он использует и как может им пользоваться то есть вот есть мастерство связанное с талантом то есть тем человек может допустим использовать какой-то совершенно простейший инструмент но за счет своих качеств умения талантов может сделать красивую замечательную гениальную вещь да к сожалению такие люди редки и мы не можем на них полагаться потому что таких людей очень трудно найти но тем не менее мастерство достижимы и достижимы в принципе в массовых для для большого числа людей я не хотел бы называть этих людей средними потому что уже обладание инструментами несколько возвышает этих людей над общей массой да ну скажем так над людьми которых трудно назвать гениями вот даже эти люди они составляют самый главный костяк команды до всегда используя правильные инструменты зная и умение и умея инструментами пользоваться инструментами могут выйти на совершенно новый уровень работы с тем материалом которому посвящена собственно их работа ну а в нашей области в области работы над контентом это приобретает чуть ли не решающую роль потому что у нас наш материал достаточно разнообразен и очень разнообразные инструменты которые к нему применяются может быть даже это одна из тех областей в которых спектр инструментов наиболее широк вот поэтому об этом сегодня поговорим ну еще пару примеров важности инструментов вот в истории масса случаев когда инструменты являются не просто важным элементом образующим инструментом образующим фактором вот например некоторые ученые считают что монголов как нацию ордынцев образовал лук то есть не сами по себе они образовались они сначала создали оружие которому не было равных на огромных территориях а это был ордынский лук это было произведение искусства он состоял из нескольких из нескольких элементов нескольких полосок которые склеивались друг друг с другом что позволяло создавать огромное натяжение до 50 килограмм при этом лук был маленький то есть этот лук можно было использовать с лошади стрелять с лошади и одновременно стрелали тело очень далеко и достаточно точно а так вот этот лук позволил монголам завоевать огромные территории от китая до венгрии вот но самое главное что этот лук он преобразовал нацию и создал ее лук был достаточно сложен в управлении надо было иметь крепкие руки точные стрельбы и так далее поэтому мальчиков буквально с 4-5 летнего возраста приучали им пользоваться специально создавали учебные луки маленькие на которых они совершенствовали свое мастерство вот так овладение инструментом создала огромную империю и создала создала по сути дела нацию противоположный пример да когда инструмент был достаточно простой но за счет мастерства и точнее гениальности его исполнителей мы получили замечательный храм в кижах который был построен по преданию без единого гвоздя ну на самом деле это вроде бы как не так но не важно важно что это произведение искусство которому нет равных но вот это произведение искусства она не не воспроизводима то есть не мы радуемся что она есть но монет не можем требовать в любом месте не можем собрать такую команду и построить такой же храм а и Продолжение следует... 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 Хотя мы всегда рады видеть и в нашей области какие-то совершенно замечательные проекты, которые созданы мастерами, гениями. Ну, может быть, не гениями, но талантами точно. Но сегодня мы будем говорить не об этом, потому что это либо не воспроизводится, либо воспроизводится очень плохо. Либо, опять же, это воспроизводится при помощи таких сложных инструментов, которым надо учиться годы и годы. Мы сегодня все-таки поговорим о случае, когда некий достаточно ограниченный круг инструментов позволяет нам что-то сделать. Не что-то, а достаточно много. Так все-таки, что позволяет сделать инструменты? Хорошие, правильно выбранные инструменты. Вот здесь у меня пример. Кто-нибудь знает, что это такое? Вот по изображению. Это достаточно известный инструмент, который тоже преобразовал нашу историю. Первый инструмент, о котором можно говорить, изучая информатику. Нет, это не печатный станок. Очень близко. Очень близко, да, Галина Демьяновна. Нет, правильно, это ткацкий станок. Это станок Жаккара. Ну, у нас говорят Жаккарда иногда, да. Который позволил в конце 18 века, если не изменяет память, позволил во Франции преобразовать ткацкое производство. Вот это вот эта первая перфокарта, по сути дела, вот здесь вот, в которой записан рисунок ткани. Этот станок впервые позволил делать относительно дешевые ткани со сложным рисунком, над которыми раньше корпели мастера и очень долго делали свою работу. Вот этот станок позволил буквально всю Европу завалить качественными тканями фигурными, если кто-то помнит, да, леонские ткачи. Вот леонские ткачи, раньше они в мануфактурах работали, а после изобретения вот этого вот станка стало возможным массовое производство качественных тканей. Так вот, что нам позволяют инструменты сделать? Во-первых, повысить эффективность нашего труда. То есть то, что мы раньше делали за часы, мы можем сделать за минуты. Конечно, есть люди, которые до сих пор разрабатывают HTML-файлы для интернета в ноутпаде, то есть в самом простейшем редакторе, да, и даже видят в этом некоторый шик. Да, ну зачем это делать, если можно использовать более продвинутые инструменты, которые позволят это сделать гораздо быстрее. Во-вторых, инструменты позволяют создать массовое производство контента. Когда речь идет о том, даже в пределах одного курса, который вам надо изготовить, вам надо организовать некое подобие массового производства. Потому что у вас много файлов иллюстраций, много файлов учебных роликов, может быть, много текстов и так далее. А уж если вы озаботились производством некоторого количества учебных курсов, вам точно надо организовывать массовое производство, в котором все будет примерно как на фабрике. Сократить количество ошибок. Разумеется, стандартизация всегда позволяет сократить количество ошибок. Массовое производство – это способ избежать ошибок, которые свойственны ручному труду. Вы сначала отлаживаете процесс, а потом по этому процессу начинаете массово что-то изготавливать. Поэтому у вас, конечно, может в этот массовый процесс некоторое количество ошибок просочиться, но это будет гораздо меньше, чем если все время воспроизводить что-то в ручном режиме. Ну и, наконец, создавать принципиально новые продукты, потому что ум этих продуктов, их принципиальная новизна будет зашита в новизне тех инструментов, которые вы будете использовать. То есть не столько в том, что вы освоили некоторые новые технологии, опять же, за счет своего таланта, сколько с тем, что вы освоили новый инструмент, в котором уже зашиты эти новые технологии. Итак, вопросы нашего сегодняшнего вебинара, которые мы разберем. Какие инструменты использовать – сложные или простые, или, может быть, и те, и другие. Какие инструменты использовать – приложения или сервисы. Поговорим о массовых операциях с контентом, о стандартизации контента. Отдельно, хотя эта тема и примыкает к вопросу о массовых операциях, поговорим о возможностях Microsoft Office. Поговорим о таком вопросе, как форматы, объемы, размеры, конвертеры. Немножко поговорим об открытой лицензии, контентное строительство, как создание производного произведения. Сравним два процесса производства контента. Это кирпичная фабрика и строительный комбинат, то есть производство элементов контента и производство, уже сборка контента. Ну и, наконец, немножко в конце поговорим о особенностях, связанных с рабочим контентом. То есть с тем контентом, который возникает в процессе работы, а его, как правило, возникает на порядок больше, чем тот контент, который войдет в конечное ваше произведение. Сложные или простые инструменты? Вот пример сложных, продвинутых инструментов. Ну, вот, разумеется, первым номером идет Photoshop, наш любимый инструмент для наших дизайнеров. Не знаю ни одного человека, который бы знал Photoshop досконально. Им можно работать и каждый день открывать для себя новые, новые, новые возможности. Инструмент чрезвычайно эффективный для тех, кто его знает, но и очень трудный для вхождения. Надо ли им пользоваться? Да, надо, если у вас к этому есть необходимость. Ой, ну, это уж само собой, да, то, что такие инструменты перегружают компьютер, само собой. Если вы дизайнер, если вы профессионально работаете с изображениями, то с изображениями он вам, несомненно, нужен, да. Но, на самом деле, в 95% случаев работы с изображениями можно вполне обойтись без Photoshop, какими-то другими средствами. Итак, это пример очень сложного, продвинутого инструмента. Следующий продвинутый инструмент Microsoft Office. К счастью, мы на нем все работаем, но используем, как правило, процентов 5 от тех возможностей, которые в нем есть. Если копаться глубоко, я уж не говорю, если залезть в программирование процессов Microsoft Office, там можно делать такие вещи, о которых даже и трудно помыслить. Ну, и, в частности, мы сегодня рассмотрим. Это как раз тот инструмент, который нужен каждому. И освоение хотя бы следующих 5% его возможностей уже дают вам замечательные преимущества перед вашими коллегами, которые не знают этих еще 5%. Camtasia Stadia, или Camtasia, если правильно произносить, но в России прижилось название Camtasia. Не то чтобы очень сложный, продвинутый инструмент по сравнению с другими инструментами работы с видео. Но, тем не менее, все-таки вхождение в него требует там нескольких часов или даже нескольких десятков часов труда. После этого вы становитесь, в принципе, изучаете этот инструмент практически досконально и можете им пользоваться. Я его условно причислил к продвинутым, потому что есть гораздо более простые инструменты для работы с видео, но, тем не менее. Ну и 3 сервиса, которые являются продвинутыми по сравнению со своими собратьями. Это Tilda Publishing для сборки контента и 2 сервиса StoryMap.js и Timeline.js для интерактивных путешествий и интерактивных осей времени. Они по сравнению со своими собратьями тоже достаточно продвинуты. Хотя, на самом деле, освоение этих всех инструментов требует всего нескольких часов. Не очень-то они такие продвинутые, если рассматривать их по сравнению с Photoshop или Microsoft Office. Ну и совсем простые инструменты. Давайте я сразу зачеркну вот этот, который уже не существует, сервис. Забыл его исключить из рассмотрения. Мой любимый инструмент – это скриншотер ClipToNet, который осваивается за 10 минут и позволяет сильно свою работу улучшить. Особенно в части создания инструкций, в части общения со студентами и так далее. Скриншотер просто изготавливает быстрые, быстро изготавливает хорошие скриншоты, позволяет выделять из них кусочки, рисует стрелочки, контуры, номерочки, текстики и так далее. Тоже один из моих любимых инструментов – SaveFromNet позволяет скачивать различные видео и звуки из большого количества источников, которые напрямую не позволяют скачивать эти видео и звуки. Ну, например, с YouTube или с Vimeo. Это позволяет оперировать видео гораздо проще, чем если бы этого инструмента не было. Потому что с видео мы, как правило, работаем на своем компьютере, и работать удаленно с ним достаточно трудно, находясь. В общем, это нас ограничивает. А возможность скачивать, она дает нам большие преимущества. Ну, такой инструмент, как QuickDraw – это смешной пример. Если кто-то помнит, пару лет назад Google выкатил такой интересный продукт, который позволяет нам что-то рисовать на белой доске мышкой или каким-то другим способом. Google пытается понять, что мы рисуем, и подставляет нам вместо этого рисунка хороший клип. Например, мы пытаемся собачку изобразить. Google вместо нее дает нам реальную собаку. Ну, не реальную собаку, а вот клип в виде собаки, и мы можем его заменить. Ну, и, наконец, ColorSchool – это просто инструмент для выбора нормальной цветовой схемы для нашего проекта. Все эти инструменты требуют буквально минут для того, чтобы начать ими пользоваться, и этим они хороши. Так какие инструменты? Простые или сложные надо использовать? Да и те и другие, на самом деле. Если у вас будет несколько сложных инструментов в распоряжении, ну, скажем, десяток сложных инструментов, которыми вы овладели, ну, и десятка-два простых – это будет нормально. Простых инструментов можно в составе своих, того, чем вы овладели, иметь побольше, просто потому что проще ими овладеть, и проще попробовать побольше простых инструментов, отбросить те, которые не нужны, а те, которые нужны, оставить. Приложение или сервис? Приложение – это то, что устанавливается на ваш компьютер и работает независимо от чего-либо, ну, в частности, от интернета, хотя есть приложения, которые с интернетом тоже работают. Сервис – это то, что работает буквально прямо в вашем браузере. Это программка, которая реализована внутри вашего браузера, работает, как правило, с каким-то облаком, хранит там информацию и позволяет вам вставлять какой-то код в ваш конечный продукт, который при просмотре вашего продукта, этот код превращается в то, что вам надо. Ну, а приложения, какие базовые, какие тексты, с которыми я очень советую вам работать, не исчерпывающий список, конечно, это банальность. MS Office, Microsoft Office, им надо владеть, причем им надо владеть немножко лучше, чем средний офисный работник, который, как правило, владеет небольшим количеством операций в офисе. Если вы хотите профессионально работать с учебным контентом, вам надо освоить офис немножко лучше, хотя бы в плане работы с тремя базовыми приложениями, такими как Word, Excel и PowerPoint. Мой любимый инструмент для работы с иллюстрациями – это ACDC. это не редактор, хотя есть встроенный простенький редактор в этом приложении. Это скорее, как бы это сказать, то, что позволяет привести в порядок изображения, их правильно хранить, правильно просматривать, делать какие-то небольшие изменения в них и так далее. В общем, очень классная штука, которая позволяет, вот, для меня, мне, например, позволяет делать 95% всей работы над изображениями без того, чтобы лезть в сложные инструменты типа Photoshop. Мое любимое средство для работы с видео – это Camtasia. Замечательное средство для преподавателей для изготовления скринкастов. Ну и, наконец, упомянутый Clip2Net, который позволяет делать качественные инструкции на основе скриншотов. Сервисы для работы с контентом, которые я применяю и очень люблю советовать другим. Tilda Publishing для сборки контента, для изготовления конечных страниц в виде лонгридов. Timeline.js, StoryMap.js, я их уже о них говорил. Это средство для изготовления оси и времени, средство для изготовления интерактивных путешествий. Timemapper – это такая немножко усложненная версия StoryMap.js, которая обладает и свойствами Timeline.js. То есть, вместе и интерактивное путешествие, и Timeline. Совершенно замечательный сервис карта, который позволяет делать визуализации на основе карт. Средство, вот забыл исправить название, Tagul, который сейчас называется WordArt. То, что позволяет делать облака тегов или облака слов. Сервис PopLate, который позволяет делать интерактивные мейндмэпы, карты знаний так называемых. Ну и тут можно привести еще с десяток сервисов, которые позволяют производить качественный интерактивный контент. Итак, массовые операции с контентом. Моя любимая фраза. Новички думают о тактике, профессионалы о логистике. Не помню, кто автор этой фразы, кто-то из военных. Смысл в том, что когда вы становитесь профессионалом, вы уже думаете не о том, как сделать, а как сделать эффективно и массово. Вы думаете над тем, как потратить на одно изображение. У вас, например, тысячи изображений, которые вы должны обработать. Вы думаете не над тем, как быстро-быстро первое сделать, а потом быстро-быстро второе, а потом быстро-быстро третье. Сначала вы думаете над тем, как же сделать процесс, который позволит вам потом разом всю тысячу этих изображений обработать. Поэтому умение находить в каждом инструменте те свойства, которые позволяют производить массовые операции, это очень важный навык для мастера учебного контента. Покажу некоторые только возможности. Вот мой любимый сервис, прошу прощения, приложение для работы с иллюстрациями ACDC. В нем есть целый класс операций, которые можно сделать массово. Это преобразование формата файла, например, из PNG в JPEG. Всякие повороты отображения, изменение размеров файла. Вот очень часто используемый вариант, когда у вас масса изображений, например, та же тысяча изображений с разными форматами, разными, прошу прощения, размерами, например, от 600 на 600 до 6 тысяч на 6 тысяч. А в конечном продукте вам надо использовать изображение 500 на 500. В этом случае вы можете в самом начале запустить процесс, который все изображения приведет к формату не более 500 пикселей по наибольшему измерению. Коррекция экспозиции, коррекция штампа времени, но это не часто бывает. Пакетное переименование очень важно часто это делать, когда к нам приходят файлы совершенно из разных источников с невообразимыми какими-то названиями. Мне очень важно их привести к единому стилю, чтобы потом хранить эти файлы в одной папке, и сразу было бы понятно, к какой главе или к какому курсу они принадлежат. Можно было бы найти эти изображения буквально сразу просто по имени файла. Ну и так далее. Другие разные возможности. На самом деле масса всяких возможностей. Если передать вам сколько времени сэкономило у меня ICDC за всю мою, наверное, 25-летнюю историю изготовления контента, ну это, наверное, я не знаю, это, наверное, месяцы и, возможно, нет, ну годы вряд ли, а вот месяцы точно. Наверное, наибольшее количество изображений, с которыми мне при помощи ICDC пришлось работать, это 15 тысяч. Когда 15 тысяч изображений в разных форматах и разного разрешения в разных папках лежат, для конечного продукта тебе нужно 15 тысяч JPEG вполне определенного размера. И вот при помощи ICDC это делается, ну, буквально там за несколько часов. То есть ваша работа, это несколько десятков минут настроить это, потом вы запускаете процесс и спокойно идете обедать, спать или пить чай, и ICDC все это делает при помощи массовой операции. В Камтазе, мои любимые для работы с видео, есть тоже массовые операции. Называется это пакетная обработка. Это вот хранится здесь, вот. В последнее время, правда, немножко в другом, не здесь, а в файле хранится. То есть меню файл, ну, не суть, как важно. А, нет, правильно, в инструментах. Пакетная обработка, которая позволяет вам сначала сделать, например, с десяток каких-то проектов, потом отрендерить их уже в пакетном режиме. Тут важно понимать, что сохранение видео в конечном формате, то есть рендер происходит достаточно долго, даже если у вас мощный компьютер. Поэтому имеет смысл, если у вас несколько таких роликов, имеет смысл тоже поставить это на пакетную обработку и заняться чем-то другим или уйти. Да, чтобы сам инструмент делал работу. А вам, ваше время бы уже не тратилось на этот процесс. Опять же, в моем любимом сервисе Tilda есть, к сожалению, не такое же большое количество массовых операций, но они тоже есть. Ну, например, когда вам надо создать слайдер или галерею, то можно загрузить файлы прямо вереницей. Ну, надо там 30 файлов загрузить. Вы можете загрузить сразу 30 файлов. И они сразу загружаются и организуют такой слайдер. Правда, потом руками надо записать название, описание изображений, к сожалению. Я бы хотел, конечно, больше автоматизации. Но все-таки надо понимать, что Tilda – это не приложение на компьютере, у которого гораздо больше возможностей для умных операций, а сервис. И спасибо на том, что есть в плане массовых операций. В сервисе Timeline.js есть совершенно замечательный способ создания оси времени при помощи таблицы в Google Таблице. Эту таблицу, конечно, вы сможете сначала создать в Excel, применяя какие-то полуавтоматические приемы, потому что в таблице создавать гораздо удобнее, чем каждый из вот этих пунктиков в интерфейсе системе вводить отдельно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Таблицу это делать сначала сложнее освоить, потому что... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...